Приветствую тебя, дорогой друг, с тобой, говорит Кирилл и Олег. И мы продолжаем проходить игру Nightmore House 2. Ну, чё-то у меня сегодня такое весёлое настроение, но чувствую, что оно скоро испортится. Так ведь суббота же. Да, мы записываем в субботу, выходной, завтра ещё один выходной. Просто всё складывается как нельзя лучше. Но послезавтра рабочий день будет, поэтому меня это уже начинает угнетать понемногу. А, да, меня немного, совсем чуть-чуть начинает угнетать то, что мы играем в хоррор. Ну, он же нас почти не пугает. Ну, ой, кто, кто меня... Это шпион, шпион, продолжай делать своё грязное дело. Он заколебал. Ну, если это шпион, что я могу поделать? Кто это реально за байда, так и так. Ну, это шпион. Пистолет, и у меня есть револьвер. Давайте возьмём, наверное, пистолет. Хотя, возможно, здесь и топор сойдёт, но... А, я вижу коляску. Я вижу даже две коляски. Я взял аптечку. Смотри, чтоб коляски на тебя не поехали. А, шпионы не ездят на колясках? Да, на них ездят инвалиды-зомби. Оу. Оу. И так мы можем обратиться за помощью... Ну, я так полагаю, вот это ноги той медсестры и какого... ...художника... Ау. Это была не медсестра, да? Это был медбрат. Медбрат. И он отхренатил мне 20% хп. Ну, как раз аптечка. Аптечка уже... Я её уже взял. Ну, извини, у меня опоздание где-то минуты на полторы. Пока что. Ох, нихрена себе. Угу. Да, это... Мягко говоря, неприятно. Ну, я ничего не могу поделать, что ты живёшь чёрт знает где. Не, я живу здесь, а ты живёшь чёрт знает где. Ну, смотря для кого, как, с какой стороны, что. Так с моей же. Эм, ну, записываю-то я. Ну, правильно. Именно с моего экрана. Как я всё вижу. Нет, я записываю не с твоего экрана. Ну, мог бы мне сказать раньше. Ой, чё-то мне не нравится это место. Мы идём в полную задницу. Нам не привыкать. Эм, не знаю, не знаю. Ой, так, что? Опять мне выру... А, тут тень есть. А, и сломанный телевизор, судя по всему. Где телевизор? О, это же тени. А, он меня... Ну, тебя же учили не подходить к чужим теням. Они могут всё твоё здоровье убить. Да я уже понял. Так, я так... А там я заберу твою душу и твою тень. Ну, я так понимаю, нужно аккуратненько пройти между... Между... Не, ну почему? Можно пробежать сквозь них, только ты вряд ли выживешь. Я тоже так думаю. Ой, сколько же вас... Так, возьми содовый, пожалуйста. Кого? Содовый возьми. Не, я не хочу пить. Я бы на весь календарь приключал. Каждый тень и посудовый. А в течку... Эм... Денты, вернее. Так, а у нас целых два пути. И куда же мы пойдём? Налево, где светло и хорошо. Или направо, где темно, как... Сами знаете у кого. Я предлагаю направо. Хм... Но налево ведь меньше монстров. Это уже проверенная тактика по... Эм... Амнезии. Ну, я думаю, Амнезия, это не все игры. Там тактика одна, а здесь другая. Не, я пойду налево, потому что здесь есть аптечка. И всё, здесь больше ничего нет. А вот, поприкинь, если б я сразу направо пошёл, если б я тебя послушал, если б я б пошёл направо... Так, постой, постой, а ты видел доски в этом светлом помещении? Убери-ка их. Ой, тихо, тихо. Меня кто-то... Пугает. Фух. А что за доски, ещё раз? Мы хотели бы вас отвечать на минуту, чтобы сообщить важную информацию. Вернись обратно в светлое помещение. Там, около стены, стоит две доски. Попробуй их убрать. Там стоят, ну, такие, как бы, щитки из... Из досок. Да, убери их, пожалуйста. Ну, сейчас расстроеначу. И там есть пульт управления. Жать? Так, жать на него. Ещё. А, то есть свет то отключается, то включается. А ты нажимай на него. Всё время? Да. Ну и чё? Не, как я понял, здесь нужно отключить свет, тогда он включится в другом... Не, не, а ты нажимай ещё раз десять где-то, наверное. Зачем? Ну нажми. Надо так. Мне нужно кое-что проверить. Ну... И дверь закрыта. И как он... Кто-то этого может додуматься? Пятьдесят раз жать на одну и ту же кнопку? Не пятьдесят, а двадцать пять. А ты что, считал? Ну ладно, двадцать четыре. Хорошо, на видео тот, кто внимательный... Ага, так как раз будет видно, сколько ты нажимал. Ну, я думаю... Ну там же... А вот прямо рука такая будет тыкать по кнопочкам, и можно будет почитать чуть-чуть, крето. Двадцать две, двадцать два, двадцать четыре. Там же как бы будет показано свет, кто включается, кто отключается, да? Мне вот интересно, если свет отключить, то реально будет светло в другом помещении? Вот этого я и не проверял. Я хоть всё это и прочитал, но я нихрена не понял, если честно. Тебе здесь шляться нельзя. Ты можешь связаться с администрацией, уточнение того, что тебе здесь шляться нельзя. И играться со светом тоже, кстати, заметь. Так, мы вышли... Вышли туда, откуда мы пришли. Так, я так понимаю, нам нужно в лифт, но он не работает. Поэтому, следовательно, можно предположить, что нужно включить электропитание. Как это ты сделаешь? Найти кнопку, нажать на неё двадцать пять раз. Так вот, у лифта есть кнопки, и на них можно двадцать четыре раза нажать. Так, подожди. Подожди. Здесь у нас есть бинты, но, к счастью, они нам не нужны. Вот почему здесь нельзя взять аптечки и бинты с собой? Мало ли они нам потом нужны. Потому что у главгероя нету рюкзака. Эх, что ж ты, главгерой, подводишь меня так. О, тут явно кому-то стало плохо. Тут просто кого-то разорвало на мелкие-мелкие... Не, скорее, кого-то прижало. Ну, из-за небольшого обзора фонарика я не могу полностью ответить на эту фонари. Ой, ёбуль! Чего я пугаюсь? Вот реально, чего... Я пугаюсь того, что здесь дохрена зомби. Ну, ты же их убьёшь в лёгкую. Ой, кто? Они ещё и живут... Да что ж такое с вами? Фу. Вот, блин, сколько раз тебе говорил. Не заходи в неизвестное помещение. Не смотри на прижатых людей. Да. Так, но зато у нас здесь были положены бинты, которыми мы сейчас воспользуемся. А у тебя даже спирта нету с собой, чтобы их продезинфицировать. Да, и я боюсь, что главгерой к концу этой главы скончается, и в дальнейшем... Ну так оно, в принципе, и будет. Проходи. Спойлер? Да. А, вертолёт, вертолёт, забери меня. Забери меня, пожалуйста. Ну вот он тебя сейчас просто расстреляет. Пожалуйста. Плюс ты его боялся в предыдущей части. Ну, в предыдущей части я всего боялся. А в этой я уже закалённый ветеран хоррора игр, потому что я играл в амнезии, я прошёл целых три главы Найтмора, поэтому... И ты 46 раз испугался. Ты считаешь, сколько я распугаюсь? Вообще-то да. Я буду так. Угу. Ооо, я вижу тень, и это не маяки. И какого хрена? Спрашивается там тень. Убейте владельца. Она исчезла. Под люка. И у нас опять два пути. Направо, где темно опять-таки, или налево, где светло. Направо. Я пойду налево. Ну и зря. Потому что здесь есть бинты... И, ёп! И зомби. И, ёп! Это ещё один этаж? Нет, это бомбит. Мистер Зомби. Ит Зомби Франсис. Да. Ну, бинты нам не нужны пока что, я так понимаю. Скелет опять. Вот какого хрена скелет всё время от меня убегает? Ну ты страшный, наверное. Ну, ты меня ещё не видел. Ну вот я бы заранее убежал на всякий случай. Ну, если б ты не пошутил, я бы, наверное, очень... Что я сказал? Если б ты пошутил... Нет. Я сбил. Если б я пошутил, я обиделся. Да. Во. И у меня резко лагает ППС. Какого хрена? Так, у нас два пути. Так, нет. У нас, наверное... Нет, у нас два пути. Но это прямо РПГ, не линейный сюжет. Это... Ой. И полезем мы в вентиляцию. По-моему, в РПГ нету таких вариантов. Где полно костей. И тут опять-таки два пути. Что ж такое? А, нет. Здесь не два пути, здесь скелет. Ой. Ой. Ёп. 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 Этажи, что ли? Нет, это зомби. Этажи были во второй главе, если не ошибаюсь. А здесь у нас зомби. Так что, не путайте. Ну, зомби на втором этаже или на первом этаже вентиляции. Там спецназ. Я видел спецназ. Вон внизу. Он придёт и спасёт меня. Это спецназ. Я буду освобождён. Ага, или они тебе просто расстреляют. Он меня спидорит шпион. Ага, это шпион. Он продолжает делать своё чёрное дело. Эй, где решётка, которая здесь была? Её украл шпион. Она стала невидимой. Как можно украсть? Убирайте два варианта. Как можно украсть? Ну, ты подходишь к решётке, берёшь и уходишь. Вполне логично. Да, слушай, меня зажали в прямом смысле этого слова. Тогда растолкай всех. А, я так понимаю, это как в том случае с бабой. Нужно просто... Бабой? Ползти от стены к стене. И да, я угадал. У нас образуется новый проход, на котором есть отпечатки рук. Это Сайвен Хилл Зе Рум. Фух. Какого чёрта здесь делает Сайвен Хилл Фоттеру? Ой! Я опять упал в эти катакомбы, в которых меня... Встретила баба и начала... И... И... И я... И... Ну, ребята, давайте... Я хочу с вами выпить пиво сходить, отдохнуть. Только не в их смену. Ага, я ещё буду и предводителем спецназа. Я просто... Поздравляю, у тебя появился личный спецназ. В составе четыре главы. У меня... Да, четыре человека спецназов, тыс авто... Да мне теперь любой зомби, как... Знаешь, чтобы показать, что ты хороший лидер, убей одного спецназовца в голову. Типа, он наслушал самого приказа. Я из-за тебя потратил один патрон. Зато ты показал спецназовца, что ты не шутишь. Что ты архи-сурьёзный человек. Аптечка. Аптечка-это всегда хорошо. Аптечка-это здорово. Аптечка-это класс. Так, и у меня мигает фонарик, потому что он... Потому что он... Потому что он закончился. Логично. И мы... Я знаю, что вы здесь. Я знаю, что вы хотите сожрать мой мозг. Уверен, что вы в Петербург сумеете справиться с армией зомби. Вот он встал. Он встал. Но не на дону. Всё, в минусе. По-моему, играть стало совсем не страшно. Да. Если честно, у нас ещё в запасе есть одна аптечка. Надо запомнить... Четыре головы. Четыре головы. И... И они идут. Это прям... Война зомби-систан. Скорее всего, здесь все лягут. Кроме тебя. Да ладно. Так, ну да. Это как волны за судеты. То есть, здесь они будут эти обетхонично нападать. Серьезно? Их всё больше и больше будет. Да, а под конец ты увидишь танка и ведьму. Ам... Ну что? Пошло, пошло. Ой! Он... Он меня укусил. Ты скоро станешь зомби. А, я не хочу становиться зомби. Я хочу... Ну тебе придётся им стать. Я хочу оставаться... С собой. Будь мужиком, встань зомби. Я возьму аптечку. Будь мужиком, возьми аптечку. И стать зомби после этого. А, если ты взял аптечку, ты не можешь стать зомби? Ну, по-моему, в фильмах это никогда не помогало. По правде говоря, я видел только один случай, когда человек не стал зомби. И это потому, что ему во время руку отрубили после этого. Как и ему укусили... Там, куда... Предплечь, кажется. Что ж ты за фильм это смотришь? Называется День мёртвых. От Ромеро. А, да. Это причём не ремейк, а именно вот самая первая версия. Не, я не знаю, я... Там под конец ещё музыка классная идёт в титрах. Я фильм... Советую всем послушать. О, это прям беспаленная реклама фильма. Да. Это круто, конечно. Так, ну а мне теперь ничего не страшно, так что, друзья, это уже не хоррор. Это... Это хоррор! Их много! О, чёрт, их много! Нет! Нет, не убивайте моих спецназов. Они мне из каждого мира нужны. Зачем они тебе нужны? Ээээ... Чтобы спасение мою задержали. По-моему, у тебя это получалось и в одиночку довольно неплохо. Фу. Мы отбились от ещё одной волны мерзких подлых монстряков. А почему не платоядных? Ой, ты знаешь, это реально РФГ. Здесь столько путей, и... Эээ... Хрен знает, куда мне идти. Ага, а ещё от твоего выбора зависит весь сюжет игры. А, то есть, если умрут спецназовцы, в конце умру я. Да? Да. Типа амнезии. А, ну на самом деле, все остальные дороги закрыты, значит нам только в светлое помещение. У-ху! Светлое помещение какое-то классное. Я тебя обожаю. Это пока турбина работает. Эй, 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 эй! Включите свет, ребят! Ага, турбина взорвалась, значит. Так, я отсюда выйду с зомби. Я уверен. Я просто уверен. С чего будем здесь появиться? Эээ... А, у вас пропал Джонсон? А, кстати, да. Три головы. Ну что ж, что ж ты за ним не уследил-то? Мне дали автомат! Да и здесь какие-то уроды светлые. Вот ты задумайся, тоже мне предводитель потерял целого спецназовца. Эээ... Я не знаю, он сам не успел. Нет, я не успел. Нет, если бы ты за ним приглядывал, то бы его не потерял. Я же не приглядывал, что-то... Тогда почему ты его потерял? Эээ... Потому что он не слышал-то моих приказов. Проверь, где он находится, правда? А! Ах! О, их много. Их... Их всё-таки много. У меня закончились патроны вовстом, мать. И меня не дорит по тех сторон. Возьми топор. Отсекай всем головы. Будь мужиком. Ешь зомби первее, чем он съест тебя. Эээ... Это было пафосно, но... Почему? Это вполне разумно съезд. Он быстрее, чем он съест тебя. Эээ... А где все спецназовцы? Ой. Все умерли. Но как ты не усыдил за тремя спецназовцами? А, нет, они были. Шит. Так, в автомате у нас нет патронов. В пистолете у нас ещё достаточно много патронов. И мы разделились со спецназом. Всё, друзья, это снова хоррор. И он чертовски страшный. Больше ты их никогда не увидишь. Ну ладно, это ты играл на плохую концовку. А я-то играть на хорошую буду. Не, я всегда на хорошую играю. Потому что я плохой. Эээ... Я спрыгаю в дыру. И там... Ладно. Скорее всего, вот идёт загрузка. И скорее всего, там будет... Эээ... Следующая глава. Я прав? Может быть, я уже не помню. Эээ... Ну, в общем, когда вы разделяетесь со спецназовцами, и я падаю в дыру, там... Следующая глава будет? Может быть. Так, но загрузка у меня идёт чертовски долго, поэтому... Значит, скорее всего, подгружается новая глава. Да, поэтому, наверное... Эээ... Ну вот, мы упали. Вот, мы упали. Да. Мы упали. Мы упали. Можно было один раз сказать. Ну, мало ли, может кто-то не услышал. А, ну да. Что сказал? Что сказал? А, ну понятно. Мы упали. Два, пять. Дэд сигнал. То есть, не мёртвый сигнал. Я просто мега-англичанин. Ну да, всё. Айда, со мной переводи что-нибудь. Да. Всё. Кирилл, убери меня в свою команду переводчиков комиксов. Угу. Хорошо, обязательно. Дам тебе самый сложный для начала. Скажем так, дебютный. Нет. Ну ладно, насчёт комиксов мы поговорим, наверное, в следующий раз. А пока что четвёртая глава под названием «Операция» завершена, и... И она была не страшная. Вот честно, она была не страшная. Да, а то-то ты ещё раза три испугался. Итого сорок девять. Съехала толпа... Ну, не толпа, ладно, не толпа, но небольшой спецотряд. Хотя, да, было пару пугающих... Ладно, не пару. Тройка пугающих моментов была. Но это ничего не меняет. Эээ... А, вот он вход. Ладно, всё. Давайте закругляться. Ну да. Ну давай. Давайте закругляться. Чё, всё? Ладно. Подписывайтесь, комментируйте и оценивайте данное прохождение, не только данное, а все прохождения, которые вы видите от Кирилла, от Олега, от Стелариса и от Киранриса. Ждите эту часть на закате. Да, эта часть будет, скорее всего, в субботу. Только не в эту, в которую мы записываем, а в следующую. Ага, так что ждите. Ждите. Она будет интересная. Когда вы её посмотрите, вы поймёте, что нужно было ждать именно в тот день, когда вы её посмотрите. Это наверняка будет суббота. Определённо. Определённо. Всё. Всем удачи и пока. Пока.